В эфире программа День города в студии Алена Куклева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Ловушка для водителей. В яму на улице Братиславской ежедневно попадают десятки автомобилей. Болотные жители дома на улице Кольной каждую весну заливают сточными водами. И неожиданная проверка застала врасплох рязанские сетевые магазины, торгующие алкоголем. Начало весны – это радость не для всех. Для жительницы частного дома по улице Кольной с наступлением оттепели начинаются проблемы. Третий год подряд ее жилищем затапливает. Хозяйка жалуется, что проблемы начались после возведения напротив многоэтажек. У новых домов нет ливневой канализации и талая вода от дворов ручьями течет прямо к калитке частного дома. Продолжит Марина Комиссарова. Вся. Стоит черчевую. Вы посмотрите, что у нас творится. У меня вода течет, у меня под полом вода. Дом весь полопал. Весь полопал. Невозможно ничего сделать. Обращаюсь к администрации города и очень прошу, помогите, пожалуйста, или спонсоры какие, или пусть нас снесут. Всем строят коттеджи, дорожки очень хорошие везде. Все ездят, ходят. А я не могу вывезти сына на коляске на улицу. Пройти к колонке невозможно. Действительно, болото, в котором оказалась поневоле женщина вместе со своим парализованным сыном, сначала шокирует. Мало того, что к дому не подойти. Вокруг него стоит вода и журчат ручьи. Кроме того, в доме от сырости болотный тоже не спрятаться. Подвал залит водой, испарения проникают в жилые комнаты. Комфортно в таких условиях себя могут чувствовать разве что плесень и грибок. Вот они, трещины пошли все. Все, дом весь падает, все до конца. И там вот за углом все. Вон, уже и подклеиваю, и не знаю, что делать буду. Галина Михайловна добавляет к своему мокрому месту еще воды. Она не может сдерживать слез. Раньше, вспоминает женщина, такой проблемы не существовало. Все началось года три назад со строительством многоэтажек на месте бывшего частного сектора, от которого остались пять маленьких домиков. Вот большой дом. Один построили там, другой. Здесь были частные дома. Все там подняли. Сливов никаких нет. И все сверху течет сюда. А мы стоим в луже. Дополняет картину водонаборная колонка, которая пользуется популярностью у автолюбителей. Они ежедневно набирают там воду и моют машины. Вся пролитая вода стекает к дому номер 63. Маленькие, забытые богом и людьми, домики среди новых высоток тонут в сливах и стоках. И жильцы готовы на что угодно, лишь бы их жизнь изменилась. Год назад по инициативе женщины вдоль частного сектора положили новый асфальт. Но это не спасло положение. Насыпь перед домом, по ее предположениям, могла бы решить проблему. Но пока никаких изменений не произошло. Жить невозможно стало. Ну невозможно. Во-первых, дорога ездит, машины все. Возле колонки воду набирают, даже цистернами набирают воду. Все это льется. Машины подъезжают, то фонарики помоют, то зеркала, то стеклышки. И все это идет напротив моего дома. Это ужасно. Это невыносимо жить. Живут люди, как жить. А как нам жить дальше? Как нам жить? Объясните, как жить? У меня сын лежачий. Он парализованный у меня лежит. Дорожная яма на улице Братиславской стала ловушкой для нескольких десятков автомобилей. Во всем виноватой стала яма, образовавшаяся на проезжей части. Ее глубину прикрывает огромная лужа, и водители попросту не успевают вовремя среагировать. Валерий Седов побывал на месте аварии, а также спросил автоюриста о том, что делать тем, кто теряет колеса, а также нервы и деньги на печально известных рязанских дорогах. На дорогах нашего города достаточно ям. Но именно здесь, на улице Братиславской, располагается та, которая изменила планы на вечер как минимум у 10 автолюбителей. Она почти 12 сантиметров в глубину, а длина и ширина ее поражают воображение даже бывалых водителей. Наряды ДПС стали частыми гостями на этой улице. По словам очевидцев, яма образовалась здесь совсем недавно, но каждый день она вредит большому количеству автомобилей. Благо, рядом находится автосервис, в который тут же могут обратиться автолюбители, которые не повезло попасть в такую ситуацию. Я попала в яму, пробила колесо, у меня образовалось две прорези боковые, и мне сказали, что колесо восстановлению не подлежит. То есть сегодня я лишилась одного колеса на своем автомобиле. Ремонтник уже что-то делал с ее колесом, потом мы попросили это же самое сделать с моим колесом. Доехав до автоцентра, мне сказали, что мое колесо не подлежит восстановлению. Я ехал со своей работы на тренировку и не доехал, потому что я объезжал ямы, но, видимо, объехал не все, потерял два колеса, скорее всего, сильно поцарапал диски. Два колеса, у обоих боковой порез, восстановлению, я думаю, не подлежат уже. Яму каждый день пытаются выделить на однотипной серой дороге. Ее накрывают пробитой покрышкой, ставят знаки аварийной остановки и прибегают к другим методам. Но на следующий день отметка пропадает, и все новые автолюбители попадают в эту дорожную ловушку. К сожалению, не все водители знают, что следует делать в подобных ситуациях. С наступлением весеннего периода резко обостряются обращения граждан в связи с причинением ущерба в результате попадания в выбоину в дорожном полотне. В случае попадания в выбоину, если гражданин хочет компенсировать ущерб, ему необходимо обратиться в органы полиции. То есть вызвать сотрудников ГИБДД для фиксации факта дорожно-транспортного происшествия. По приезду сотрудники полиции составляют схему дорожно-транспортного происшествия. Рекомендую настоять гражданину, чтобы сотрудник полиции зарисовал размеры выбоины дорожного полотна в схему. В России существует ГОСТ по допустимым размерам выбоин. В случае обнаружения сотрудниками полиции несоответствий данному стандарту составляется акт выявленных недостатков. Также юрист рекомендует осмотреть все повреждения автомобиля. Чаще всего это диски, бампер, шины. После получения юристами справки о ДТП проводится независимая экспертиза по расчету стоимости ремонта. Но возможны также и повреждения механизмов подвески рулевого управления. Достаточно дорогостоящие элементы. В таких случаях необходимо обратиться в специализированные сервисы для диагностики этих поломок. Дальше составляется исковое заявление, и гражданин обращается в суд за возмещением ущерба. Вообще о дорожном покрытии должны заботиться дорожные службы и администрация города. В противном случае на этом месте так и будут происходить по несколько ДТП в день. Администрация города обратила внимание на дороги. И я считаю, что раз мы платим налоги и готовы делиться своей волей, то пусть нам идут навстречу, потому что как иначе. Мое пожелание к новому губернатору – обратить внимание на дороги. Неудачливые водители и просто небезразличные люди по-прежнему стараются обозначить проклятую яму. Но как долго им придется это делать, пока неизвестно. Вчера на въезде в Рязань произошло трагическое ДТП. Недалеко от поселка Совхоз Рязанский произошло столкновение автомобиля «Газель» и грузовика с полуприцепом, которые следовали со стороны Москвы. По предварительной информации, грузовик стал притормаживать, чтобы повернуть на автозаправку. И в этот момент в него врезалась «Газель». В результате аварии водитель «Газели» скончался на месте. Неожиданная проверка застала врасплох рязанские сетевые магазины, торгующие алкоголем. Активисты Общероссийского народного фронта проверили, соответствует ли их расположение нормам федерального законодательства. Они должны располагаться не ближе, чем за 50 метров от образовательных учреждений. На месте проверок побывала и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Галины Ершовой. Школа номер 69, 11 утра. За небольшим забором ученики катаются на лыжах, а рядом рязанские активисты заботятся об их безопасности. С помощью специального прибора – дальномера. Они рассчитывают расстояние от территории школы до входа в магазин. Накануне здесь была произведена контрольная закупка спиртного. По действующему законодательству, принятому еще в октябре 2016 года, точки продажи алкоголя должны располагаться на расстоянии 50 метров от образовательных учреждений. Благодаря этому в городе сократилось число небольших питейных заведений и рюмочных. Если страшнолетний, он может зайти в магазин, увидеть, скажем так, те изделия, которые продаются. Это определенный элемент соблазна присутствует. Наркологические заболевания – это заболевания неизлечимые. То есть, раз приобретенные – это на всю жизнь. Любое заболевание легче предотвратить, чем лечить. Однако крупные сетевые магазины закон игнорирует. Прибор показывает лишь 31 метр. К сожалению, это нарушение не единичное. Сегодня проверку пройдет более 14 магазинов города. Станция юных техников. Рядом магазин. На полках алкоголя нет, но это только на первый взгляд. Наш агент смог купить бутылку спиртного и сигареты. На витрине нет ничего, соответственно, спрашиваешь, можно ли купить водку. Сказали, да, без вопросов. Назвали цену. Два варианта выбора. Без вопросов смогла закупить все, что там не должны были продавать. От здания школы до дверей магазина – 75 метров. Сигареты можно продавать на расстоянии 100 метров. Еще плюс 32 метра до данного образовательного учреждения. Соответственно, и алкоголь не должны продавать. Информацию о нарушениях активисты Народного фронта передадут сотрудникам полиции. Мы надеемся, что компетентные органы смогут объяснить владельцам магазинов, что закон един для всех. И принят он для того, чтобы сделать жизнь граждан лучше и безопаснее. В Рязанской области стартовали всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту. В соревнованиях принимают участие около 400 спортсменов из 13 регионов страны. Они соревнуются по трем дисциплинам – подъем по штурмовой и трехколенной лестнице и преодоление полосы препятствий. Элита пожарного спорта – мастера своего дела. Опытные спортсмены, которые в обычной жизни ежедневно спасают людей. В Рязани прошли всероссийские соревнования на Кубок МЧС России и Первенство России по пожарно-прикладному спорту. Участники состязались в трех дисциплинах – это полоса препятствий, штурмовая и трехколенная лестницы. Побороться за награды приехали спортсмены из 12 регионов страны. Каждый из них прошел серьезный отбор, выиграв местные турниры. Сегодня праздник мужества и прекрасной физической подготовки – это своеобразное подведение спортивных итогов 2016 года. Здесь сильнейшие сотрудники МЧС, сильнейшие юноши, девушки и женщины, которые защищают честь ВПО на этих соревнованиях. По сути, это одни из самых сильнейших соревнований, которые мы проводим. Выше только чемпионат МЧС России и чемпионат мира, куда будет отбираться уже самый сильный и будем комплектовать сборную команду. Игорь Сысоев из Казани стал первым победителем соревнований. Более 15 лет своей жизни он посвятил пожарному делу. А сегодня одержал победу в любимой дисциплине – штурмовой лестнице. Победу в голове не держал, работал на результат. А в финале вышел так, что выиграл, стал чемпионом. Этот снаряд помогает определить уровень физической подготовки профессиональных пожарных. Именно с его помощью принимают зачеты в пожарных частях. Норматив для бойцов составляет 26 секунд. За это время нужно забраться на четвертый этаж здания и нажать на кнопку. Игорь смог улучшить это время вдвое. Его результат – 13 секунд. Для достижения и поддержания таких успехов нужны постоянные тренировки. Бывает базовый подготовительный период, предсоревновательный соревновательный. Поэтому там соотношение физической работы, специальной, работная выносливость, оно варьируется, меняется. Но в целом я могу сказать, что у нас 5 тренировочных дней в неделю, по 2 тренировки. Примерно в среднем 2,5-3 часа тренировка длится. Вот можно посчитать легко, сколько часов выходит на все. В этом году пожарному спорту исполняется 80 лет. Он был создан из элементов, которые пожарные и спасатели применяют в своей работе. И глядя на этих мужественных и сильных спортсменов, каждый может быть уверен, что в случае беды ему смогут вовремя прийти на помощь. Руководство рязанской полиции навестило отряд рязанских полицейских на Северном Кавказе, чтобы поздравить их с Днем Защитника Отечества. Сотрудники районных подразделений полиции Рязанской области несут службу на федеральном контрольно-пропускном пункте на границе Ставропольского края и Республики Дагестан. На границе Ставропольского края и Республики Дагестан 90 рязанских полицейских обеспечивают пропускной режим, досмотр автомобилей и грузов, выявляют и задерживают злоумышленников, находящихся в розыске. Пресекают попытки провести через границу оружие и боеприпасы. В ходе каждого визита представители руководства МВД насматривают пункты временной дислокации рязанских полицейских и проверяют бытовые условия, а также организацию проживания, питания и досуга сотрудников. Руководители общаются с сотрудниками и берут на заметку их пожелания по организации службы быта. В очередной раз было отмечено, что сводному отряду обеспечены все необходимые условия для проживания и службы. Территория пункта временной дислокации надежно огорожена, укреплена и ночью освещается. В жилых помещениях оборудованы комфортные душевые, работает просторная столовая, есть баня, прачечная и тренажерный зал. Начальник управления по работе с личным составом МВД России Призанской области полковник внутренней службы Виктор Александрович Берсенев наградил отличившихся сотрудников полиции и вручил погоны тем полицейским, кому недавно присвоили очередные специальные звания. Старший сержант полиции Кадушкин Сергей Евгеньевич, полицейский налог, отделен батальоном по ПСП полиции МВД России Призанской области. А в честь Дня защитника Отечества руководители организовали прибытие целого грузовика с подарками от родственников и коллег, сотрудников с мест постоянной службы в Рязанской области. Дополнительным праздничным подарком для рязанских полицейских стал концерт, подготовленный Культурным центром МВД России Призанской области. Для коллег выступили вокально-инструментальный ансамбль рязанских полицейских «Диапазон» и солистки Юлия Антонова и Ксения Орлова. Что и говорите, зрители с искренним восторгом встречали праздничные концертные номера. Помочь пернатым. Под таким девизом в рязанских парках этой зимой разместили кормушки для птиц. Как взрослые, так и подрастающие поколения заботятся об экологии. Рязанцы активно подкармливают птиц, кормушки висят практически в каждом сквере и дворе. Пребывание птиц в парках поможет сохранить экологическое равновесие в городской черте. Кормушка должна быть размещена в месте, которую птицы чаще всего посещают. Высота ее должна быть такой, чтобы любой желающий мог покормить птиц. 2017 год объявлен в России годом экологии. Основной задачей его проведения является обеспечение экологической безопасности и сохранение уникальной природы нашей страны. В год экологии количество кормушек и скворечников в городском парке увеличилось в несколько раз. Они имеют самые разнообразные формы, от необычных до классических. Мы также решили смастерить одну из них и оставить здесь. На могучих деревьях в парке культуры и отдыха на протяжении многих лет можно видеть скворечники. В кормушках люди еженедельно обновляют корм, поэтому птицам всегда есть где питаться. Каждый год в парке проводят конкурс на самые красивые и расписные домики для птиц. Без большим удовольствием принимают участие дети и их родители. Победители получают призы, а все конкурсные скворечники и кормушки становятся украшением на деревьях. Многие посетители городского парка также самостоятельно занимаются и изготовлением, и обновлением этих маленьких жилищ. К кормушкам хорошо скворечникам, но что-то они больно сделаны так. Очень по-детски. А вы сами делали? Повесил у себя в деревне. Вон их сколько висит. Молодцы дети. Положительно, но только они почти половина висят пустые. Ну это, конечно, положительно. Всегда смотрю, подправляю еду. Если где-то что-то нарушено, подсыпаю иногда, если так позволяет мне возможность взять что-то с собой. А как же, да. Сама я не вешала, не делала, но а так способствую. Хоть кормушек и скворечников становится все больше, мы всегда должны помнить, что заботиться о птицах и о многих других братьях наших меньших надо не только в год экологии. Давайте же вместе беречь природу. На этом у меня все. Новости и другие программы моих коллег смотрите на сайте город62.тв. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю хорошего продолжения дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова